Блендер 2.81 и ещё немножко информации. Вот есть персонаж, всё у него, первый прыжок, всё нормально. Как вот наложить музыку? Можно музыку наложить на ролик, когда вы его уже сделали в другой программе, да? Но есть возможность и тут вставить именно в блендер звуковую дорожку. Давайте рассмотрим как. Так, так, это таймлайн, он у нас тут установлен. Можно вот нажать на кости персонажа. Все этапы выделились. Также наводим вот сюда на угол, вытягиваем ещё одну дорожку, вот такую. И находим, так, ноделы, так, не до, не до. Смотрим, что тут. Нелинейный видеоредактор. Вот этот открываем. И теперь можно его немножко уменьшить. Так, теперь наводим на первую дорожку. Вот так вот смотрим, что тут да как. Колёсиком перекручиваем и попадаем вот сюда, на 0.01 вот это вот. Начало можно немножко отвести, вот таким вот образом. Но он уже стоит на 0, я так понял. Чуть-чуть вот подогнать, поймать это вот таким вот образом. Теперь жмём добавить, находим звуки и подгружаем сюда какую-нибудь мелодию. Желательно, чтобы без лицензионных прав. Это вот у нас музыка YouTube. Именно которую они предлагают. Её можно использовать и она бесплатная. Ну, без авторских прав. Так, нажимаем на любую музыку, которая вам уже знакома. И нажимаем добавить. Ну и теперь давайте прогоним это всё дело. И вот пошёл персонаж под музыку прыгать. Музыка играет. Так же можно вернуть всё это дело назад. Вот этот ползунок назад возвращаем. И вы видите, что звуковая дорожка связана именно с анимацией. Давайте ещё раз попробуем. Музыка играет. Теперь перегоняем на начало. И вы видите, что дорожка вот эта ушла далеко. Но это не беда. Можно её колёсиком прокрутить. И колёсиком вот так вот даже там подтянуть именно вот сюда вот. Вот ещё уменьшить немножко и выровнять именно с этапом вот этой вот анимации. Так же здесь можно немножко обрезать. Поднять вверх опять же колёсиком. Нажать правой кнопкой мыши. Нажать вот кат. Разрезать. Разрезаем. И вот левая кнопка мыши щелчок. Правая кнопка мыши удалить. Высвечивается удалить дорожку. Вот вы ненужное обрезали. Всё. Теперь у вас вот только та дорожка, которая будет играть в момент именно анимации. Так. Смотрим. Всё. Вот всё работает. Всё нормально. Как теперь всё это дело сохранить? Так. Ноль на нампаде. Вот это у нас есть. Уже заговорились. Камера. Вот у нас есть камера и есть у нас персонаж. Музыка есть. Покадровка есть. Заходим теперь в настройки именно вывода файлов. Находим вывод вот эту вот функцию. Нажимаем на папку и нажимаем где сохранять. Десктоп допустим. Всё. Принять. Теперь будет на рабочий стол всё это дело сохраняться. Или в ту папку, которую вы укажете. Так. С расширением стоит. Выбираем видео. Допустим. AV. JPEG. Или MPEG. Ну вот. Я выбрал MPEG. Цвет оставляем RGB без изменений. Так. Теперь метаданные, память, кадры, время, дата и посмотрим, что тут с кодированием. Так. Кодирование. Контейнер. Метроско. Ставим. Допустим. Можно поставить MPEG 4. Что тут ещё есть? AV. Вот такая штука. Ну вот. Нужно теперь найти где здесь установлен именно звук. Если звук отключен, то уже не будет записываться с этой анимацией. Вот. Написано. Audio Coder. Кодек. Без звука. Выбираем звук. Допустим. MP3. Всё. Теперь. Bitrain. Громкость. Вот. Всё установлено. Теперь будет всё сохраняться именно с этим звуком. Ну ещё немножко. Для кайфа. Вот такая штука. Ну в принципе всё. Вот такой ролик. Теперь я сделаю сейчас вот этот рендер, рендер анимации и выложу в конце этого ролика. Всё. Всем пока. Вот такая информация. Редактор субтитров. Корректор